Чтобы отметить день самбо, в Старый Оскол сегодня съехали спортсмены Белгородской и Воронежской областей. На ковер вышли 113 юношей. 10 бойцов, выдержав несколько трехминутных схваток, завоевали титул сильнейших. Наш репортаж из Дворца спорта Александра Невского. Почти четверть миллиона россиян занимаются самбо. Сегодня в Старый Оскол съехали 113 спортсменов Белгородской и Воронежской областей. Аналогичные соревнования прошли во многих городах страны. Это очень большое массовое мероприятие в рамках вообще всероссийского дня самбо. Я считаю грандиозное, потому что более ста городов по всей России мы одновременно проводим. Наши спортсмены являются сильнейшими много лет в боевом самбо. Ежегодно входят состав сборной команды России по самбо, участвуют в первенствах Европы, мира. И в этом году Софья Андреев стала победительницей первенства мира по девочкам. Но 17 ноября на ковер выходят только парни. Возраст до 15 лет. 10 весовых категорий, 3 площадки для борьбы. Схватка длится 3 минуты. Меньше – крайне редко. Самбисты, как правило, сражаются до последнего. Выстоял бой – готовься к встрече со следующим соперником. Чтобы добраться до пьедестала почета, спортсмену нужно выйти победителем из 4-5 боев. Из моего опыта самбисты бьются до упора и не сдаются. Дети ровные, то есть мастерство у всех одинаковое. Мы надеемся, что данное соревнование для них будет являться стартом, скажем так, в большой спорте. Большой спорт – это не только золото медалей, но и травмы. Стиснув зубы, ребята учатся терпеть. А терпеть приходится часто, ведь самбо – это болевые приемы. Однако для ребят физическая боль – ничто по сравнению с горечью поражения. 13-летний Федор Часовских сегодня испытал и радость победы в первом бою, где склестнулся со своим другом Игнатом Гончаренко, и досаду от поражения во втором. Могу сказать, что я самый сильный здесь, но и мой соперник не был самым слабым. Мы оба хорошо боролись. Я занимаюсь самбо 5 лет, а также занимаюсь дзюдо. Пожалуй, дзюдо – оно посложнее, потому что самбо можно выключить за болевым, а в дзюдо – только броски. По итогам соревнований кубки сильнейших получили пятеро староаскольских самбистов. Лариса Ульяненко, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал.